Всем привет, с вами Дима и проект Ferrum Live. Не так давно на нашем канале была опубликована распаковка Samsung Galaxy Note 7 и в ней я сказал, что очень скоро на канале Ferrum.com будет обзор этого девайса, но обзора не будет! И в данном ролике я расскажу историю, почему, в общем-то, у нас не будет обзора. Суть проблемы проста. Телефон окирпичился самостоятельно. Как это случилось? Я уехал на выходные на дачу, телефон полностью перед этим зарядил, в субботу я даже на него что-то там пофоткал, там персики, цветочки туда-сюда. Вот, в воскресенье он лежал просто у меня в рюкзаке, в понедельник я приехал на работу, попытался его врубить, телефон показал пустую батарею. Ну, вполне нормальное явление. Бывает. Вот, кинул я его на зарядку, заряжал оригинальным зарядником, вот, потому что знаю, что этот телефон может реально взорваться или загореться и так далее и тому подобное, поэтому заряжал оригинальным адаптером питания. Он зарядился до 100%, я его врубаю, и у меня bootloop. Вот, и как бы если вы просто напишите в гугле bootloop Galaxy Note 7, то вы найдете массу, так скажем, статей и отзывов, которые описывают то, что я вам, в общем-то, сейчас расскажу в видео. Фишка в чем? Прошивка сама по себе покрашилась, вот, и телефон просто постоянно циклически перезагружался. Вывести из этого состояния его можно было. Либо зажав кнопку питания, он первый раз у меня выключился, это было только первый раз. Либо входом в режим загрузки, либо входом в рекавери. Это три способа, которыми можно было этот bootloop прервать. В общем-то, когда заходите в рекавери, я сейчас этого показывать не буду, и опять-таки расскажу почему. При заходе в рекавери аппарат сам пытается по известным ему Wi-Fi сетям найти апдейт, видимо, или ищет его на карте, черт его знает. Но он, в общем, пишет, что он пытается установить обновление. В итоге потом появился зеленый робот с восклицательным знаком, мол, осторожно или что-то такое, в общем. И зеленый робот был с крестиками вместо своих глаз. Ну, типа, прошивки нет и так далее и тому подобное. После этого мы попадаем в рекавери, из которого мы можем перезагрузить, попытаться установить обновление, которое на телефон скинуть нереально, потому что он не включается, нельзя это было сделать никак. И так далее и тому подобное. То же самое, в общем-то, можно было ввести его в режим загрузки и прошить его, и, в общем-то, я это и сделал. Я попытался прошить на него несколько прошивок. Я не буду врать, сколько именно, потому что это было после часу ночи. Я позавчера реально полночи просидел, проковырялся с вот этим вот прекрасным аппаратом, и у меня нихера абсолютно не получилось. Извиняюсь за мой французский, но это жесть. Телефон прошивается на стандартную первую самую прошивку, на которую он приходил, и после этого опять будет луп. Телефон пишет, что у вас там какая-то фигня. Пожалуйста, сотрите все данные. Нажимаешь Erase Everything, и опять он уходит в циклическую перезагрузку. Это полбеды. По идее, когда телефон хоть как-то реагирует на твои действия, в теории, чисто теоретически, это предположение, его можно вывести из этого состояния. Но чем дальше вот эти вот происходят манипуляции, чем дольше ты его перезагружаешь, чем дольше входишь в рекавери, тем больше появляется проблем. Где-то после пятой перезагрузки и попытки что-то с ним сделать, аппарат перестал реагировать на комбинацию кнопок входа в рекавери с первого раза. Ну, то есть их надо было либо держать очень долго, либо его постоянно перезагружать. Когда я уже его пытался перепрошить ночью, появилась новая проблема. Телефон просто подвисает во время загрузки, во время перезагрузки, во время загрузки рекавери. Потом он перестал реагировать на нажатие кнопок в режиме рекавери. Я сейчас, я даже не хочу его включать, чтобы вам это показывать, потому что реально может произойти что угодно, он может вообще зависнуть в режиме перезагрузки. И проблема в том, что вот это, что меня напугало больше всего, это дрянь в тот момент, когда она находится в бутлупе, она еще и греется. И он нагревается, а так как мы знаем, что батарейка здесь как бы имеет свойство взрываться, это пугает капец. В общем-то, этим история и закончилась. Я его пытался перепрошить, прошивка прошивается, Один говорит, что все, мол, хорошо, но никаких изменений это не принесло. Поэтому люди там писали, о, чувак, тебе походу апдейт какой-то пришел, установи первую прошивку и все будет хорошо. Да, ни хрена подобного. Невозможно это исправить. Я находил отзывы на 4 PDA в теме брак по этому поводу. И находил, ну, там их не так много, на западных сайтах их больше, потому что там больше народу успело купить себе этот прекраснейший смартфон, часть которых взрываются, остальные у нас уходят в бутлуп и не включаются. Но я не знаю, Самсунгу пора, наверное, задуматься по поводу политики. Так вот, на западных сайтах отзывов больше. Они, люди приходят в сервисный центр официальный, там же в основном все официально, у них серяка такого, как у нас нет. Вот, у них как бы все чисто, все легально, там все телефоны продаются с официальной гарантией. Люди приходят, им меняют, и у многих, даже после замены следующей Note 7, которую им выдали, с ним случалась та же самая проблема. Ну, то есть, это, я считаю, что это жесть. Самсунг никаких комментариев по этому поводу не дает, никакой информации, что происходит с телефонами, и что в них ломается. Нет, в сервисных центрах не говорят, что в них ломается, потому что они сами не знают, телефоны просто не подлежат восстановлению. Даже в сервисных центрах Самсунг не могут их привести к жизни. Хотя у них, наверняка, средств побольше, чем у простых людей, там вроде Одины и так далее и тому подобное. У них, наверняка, есть какие-то приложения для более глубокой прошивки. Если бы тут слетали какие-то драйвера, наверняка бы они их заново прошивали каким-то там своим особым методом, и все бы становилось на свои места. Но, тем не менее, нет. Если честно, я бы сейчас не рекомендовал покупать Galaxy Note 7 до того, как не появятся отзывы людей, что, мол, телефоны все работают хорошо, или хотя бы их большинство. Потому что пока что, как мы видим, часть телефонов самого сгораются. И Самсунг это гениальным образом абсолютно решил. Они выпускают обновления для этих телефонов бракованных. Они знают, какие именно телефоны бракованные, что самое интересное. Они присылают на них обновления, которые ограничивают зарядку батареи на уровне 60%. Это 5%. Вместо того, чтобы придумать какое-то решение и принудительно, там, я не знаю, курьеров людям отправлять и так далее и тому подобное. Ну, то есть, забрать все-таки бракованные телефоны, которые представляют реальную опасность людям. Вот. Они вместо этого отправляют обновления, которые вдвое уменьшают емкость батареи. Поэтому... Вот как-то, ребята, вот так. Galaxy Note 7. Прекрасный кирпич за 1000 долларов. Обязательно рекомендую к покупке тем, кому хочется найти множество проблем на свою пятую точку. Вот. Хочется тратить свои нервы и деньги на неработающие аппараты. Ну, такие пироги.